итак друзья мы на москва реки снимаем продолжение нашего видео обзора по фидерам волжанку оптимы и в про и сегодняшний ролик мы посвятим забросу этих фидеров с разными грузами с разным весом ну и посмотрим строй давайте начнем в руках у меня волжанку оптима его про 9 футов 25 плюс вес грузика 56 грамм две унции сразу скажу по всем фидерам на какие вершинки на них я поставил с примерно средние по серединке которые идут в комплекте поэтому вот исходя из этого и смотрите бросаю не совсем до конца фидерным забросом но только для того чтобы посмотреть строй чуть-чуть замедлить в броске и чтобы люди могли увидеть сам враги бланка но и так две унции бросает шикарно пикерочек очень нравится за счет своего своей жесткости в средней и ближе к рукояти части бланка очень хорошо подойдет на карпа на коммерческих водоемах просто шикарно почему подойдет потому что более гибкие бланки они будут проваливаться под усилием мощной рыбы такой как карп и соответственно фидер станет неуправляемый рыбка стоит на фидере неуправляемой и таким образом ваш карп может собрать соседи соседние фидера соседние донки других рыболов и так ставим на этот фидер питер или фидер light как кому как нравится три унции 84 грамма заброс но вот 84 грамма он уже начинает чуть-чуть проваливаться это немножко уже не его вес я сейчас попробую 84 бросить маятником так называемым конечно в идеале сидячего положения ну как бы фактически я вот скажем так пазы по корпусом не делаю никакой там дополнительного усилия не придаю броски да ну вот смотрим допустим по маятнику но нет он проваливается 84 грамма тяжело то есть у него на мордочка очень мягенькая такая хорошо работает хорошо бросает а вот за счет того что середина жесткая дальше упруги он не до конца включается вот в эти в этом моменте я бы сказал что все-таки в пределах теста перегрузка следующий на очереди его старший собрат по длине это 10 футов 25 плюс вес также 56 грамм 2 унции вот смотрите совершенно другой совершенно другой фидорочек в броске то есть никакого провала сверху более упругая вверх упругий вверх вот сейчас с большим с хорошим таким запасиком он бросил то есть лично мне он очень нравится то есть если вот выбирать между двух вот этих я бы взял вот именно трешку то есть вот две унции он бросает просто шикарно прям вот сам я могу сказать да очень приятное ощущение в руке никаких провалов ничего и давайте поставим 84 грамма как помните 270 провалился проваливается на 84 граммах то есть это немножко не его уже а вот здесь посмотрим но вот я даже смотрю вот наверх сейчас мордочка до играет и дальше уже включается 3 он не 3 в то получается даты 2 3 колено 2 колено даже можно сказать так но имею ввиду третья часть бланка так 84 грамма вот я думаю что он должен бросить лучше да да уже вот даже в разгоне просто шикарно никаких усилий и кстати по дистанции в два раза больше улетел два раза дальше очень мне нравится эта палочка вот оптима 325 плюс ближние и средние дистанции карповники коммерческие река до реку он будет течение держать в рамках своих тестов тоже за счет жесткости он будет отлично держать течение то есть палка для меня она шикарно то есть за эти деньги прямо вот 5 плюсом на вываживание тоже то есть этой как бы я ее понял полностью итак следующий на очереди 11 футовик 11 футовик 40 плюс то есть это 330 сантиметров с тестом 40 плюс грамм вот запасом то есть бросил и чувствуется еще запасик у него хороший есть но при этом бросил 20 56 грамм и он cd хорошо очень приятно и кстати я сейчас мотаю он будет замечательно отрабатывает на лище на карпе то есть я вот вижу вижу как работает бланк на вымотке да очень хорошие тоже палочка пока во всем случае вот на этих весах вот сейчас поставим три унции 84 грамма скажу сразу что катушка у меня сейчас четырехтысячная пашамана стоит но сюда влезает и шеститысячники так что кому это нужно без проблем 4 грамма фидер волжанка оптима его про 11 футов 40 плюс тоже с запасом еще даже больше может бросить это же очень хорошо по дальности и бланк включился весь я чувствую прямо и так же он бросил хорошо вот как 3 младший собрат который 25 плюс ну вот сейчас как бы вот 84 да это принципе я бы сказал уже такая верхняя граница теста это не перегруз то есть но это вот комфортная работа на верхней границе теста сразу же еще раз упомянуть кто не смотрел первое видео пожалуйста посмотрите обзор этих же фидеров в магазине где мы их подробно я о них расклад рассказываю о кольцах фурнитуре о материале изготовления и тому подобное и так господа пошла и артиллерия средней тяжести 360 60 плюс три унции 84 грамма бросочек ну хорошо кинул с большим таким запасиком построю кстати говоря я бы сказал что здесь прогрессивный да но он ближе к среди к средне быстрому ну чуть чуть бы больше загружался бы бланк в броске чуть дальше но опять же 84 грамма но у нас здесь 60 плюс поэтому в общем то мы в тесте ты как раз в рамках этого теста в серединке наверное но и сейчас давайте поставим 150 грамм сразу же потому что запас по нему чувствуется ну вот по ощущениям что хороший такой уже перегрузе к для него ну посмотрим да он нужно даже чуть-чуть хрустнул меня нет стыке да это не это не его ну соответственно определяем 84 грамма до этого было сейчас 150 но вот до 100 он бросит и бросит хорошо то есть общий вес кормушка плюс корм для этого фидера до 100 грамм вполне комфортно будет работать господа волжанка optima 360 то бишь 12 футов 90 плюс вес 84 грамма грузика хороший бросок это уже такой жестенькая палочка упругой очень с хорошим запасом с приятным с приятной расстановкой колец очень хорошо бросил даже уже не охота мотать столько времени назад ну и давайте тогда сразу с перегруза начнем закончим как бы перегрузом господа 150 грамм на леске бросает он проваливается уже но бросает поэтому я бы сказал 120 вот 120 больше не надо то есть соответственно вот 84 когда мы работали да вот это от 80 наверное от 70 даже до 120 это вот ее рабочий диапазон построю также скажу что течение держать будет но с настоящей воду соответственно не подходит слишком быстрая палочка но и не нужно не нужна на настоящего даю это либо стоячий но очень дальний заброс кто может пожертвовать комфортности в пользу дальности да но либо течение и так господа уже тяжелая артиллерия в бою 390 120 плюс вес сразу 150 грамм и поставим ну пасту средний быстро это не прогрессив скорее всего уже вот по тут ты сейчас по ощущениям моим да ну давайте бросаем ох хорошо да но прогружается кстати к и вот опять же без броска правильно говорят абсолютно я с этим на все сто процентов согласен что пока не побросаешь точного мнения о палке а фидере не получишь вот сейчас только что он сказал что средний быстрый да не прогрессив а вот в забросе он себя показывает как раз уже ближе к прогрессивному то есть бланк включается и он очень-то неплохо бросает хороший речничок мощный с запасиком даже вот 150 грамм это вот его то есть дальше уже он бросит да но где-то 180 я бы сказал уже все дальше уже уже слишком перегруз и уже не так включается бланк как хотелось бы то есть потеряете в дальности а так по дальности приемлемо абсолютно по весу но здесь уже конечно он уже так вот в руках тяжеловато немножечко лежит хотя дашь катушка 4000 но здесь уже вопрос цены конечно хотите ли удочку легче ну тут цена уже будет два три раза дороже тяжелый экстра хэвик ну или хэвик но я бы назвал экстра хэвиком все-таки это 420 сантиметров 120 плюс то лишь 14 футов 120 плюс вес 150 грамм хочу сказать что кто может быть видео это смотрит сейчас не сначала повторюсь что подробные описание всех фидеров смотрите в первом видео которое было из магазина мы там разбираем все эти фидера досконально из чего сделаны фурнитура пробка катушка держатель и так далее здесь у нас видео только броски только посмотреть строй больше ничего именно поэтому я не касаюсь подробности и так 150 грамм хорошо он бросил это мощная палка конечно да но вот прям из минусов но наверное я не очень привык наверно к таким вот тяжелым палочкам но здесь опять же вопрос цены и все хотите легче берем в цену дороже намного но скажем так по броску по бросковости 150 грамм летит прекрасно запасы кстати говоря есть еще то есть спокойно можно ставить 120 грамм кормушку средней корма емкости это вот как раз его тест дальше запасик небольшой есть по мощности но не по броску вот я еще раз брошу чтобы лишний раз самому да вот я чуть чуть посильнее его дал до улетает хорошо очень кстати игра практически за середину москва реки улетел груз в этом месте хоть она испущена сейчас но бросок очень хороший фи бланк чувствуется что включается весь но вот оптимально где-то 80 кормушка тире 120 больше ставить кормушку ну да можно я бы ну даже 140 150 я бы даже поставил 150 но не не объемный до 150 он бросит и не провалится это точно абсолютно ну вот господа мы побросали выяснили все вопросы я думаю построю каждой модели хочу сказать жду ваших новых заказов на сайте multi fish обязательно подписывайтесь на страничке магазина социальных сетях вконтакте инстаграм и других для вас это большой шанс и реальный шанс получить бесплатно запасную часть если к и что-то сломаете даже без гарантии даже по собственной вине вы можете до двух запчастей в год получить бесплатно практически на все удилища купленные у нашем магазине никто таких услуг не предоставляет но эти услуги только для подписчиков на социальные сети имейте это ввиду так что ждем наших ваших новых заказов но и всего доброго до новых встреч до новых встреч